Я могу привести пример от последней пациентки. Она говорит, я хочу на психотерапию. Хорошо, тогда после диагностики, мы разобрались, что с ней происходит. Затяжной невроз, который долгое время уже беспокоит, порядка 10 лет, на грани уже с развитием. И предложение такое, давайте это будет индивидуальная психотерапия плюс групповая психотерапия. Причем, учитывая, что это неврозразвитие, такое близкое уже к этому, возможно, это потребуется пара групп. Она говорит, я категорически против, никаких групп, я хочу сама. Тогда мы говорим, что это будет 5 лет психотерапии. Нормально тогда? Она говорит, а если группа, тогда слух сокращается в 2-3 раза. Она подумала, говорит, нет, бог с ним, тогда я пойду на группу. И еще буду искренне это делать. Понимаете, это пациент сам, он достаточно часто понимает, что иногда это очень сложно, понимаете, перенести вот эти терапевтические изменения, которые у человека зарождаются в реальной жизни. Особенно, представляете, если у него в этой жизни окружение такое, что оно его удерживает в неврозе, удерживает его в расстройстве, удерживает в зависимости. Как туда ты перенести свои эти умения? Так, конечно, там появляется такое промежуточное какое-то такое состояние, когда есть люди, которые находятся в групповой терапии, на которых ты можешь практиковаться, научиться по-другому жить. И уже потом чуть-чуть проще в реальной жизни сделать уже новые изменения. Я бы тогда добавила, что все-таки бывают разные пациенты и клиенты. На самом деле, кому-то группа показана, но не сразу или через длительное время индивидуальной психотерапии. Но если, например, люди отказывают, то может быть альтернативное семейное, подключение семьи на определенных этапах тоже в формате психотерапии. Если можно еще, так сказать, две метафоры, то есть нужно ли без группы? Ну, то есть, в принципе, можно ямку выкопать ложкой, а не лопатой? Это будет такая другая немножко история. Если говорить про отказ, там еще такая интересная сторона, например, приходит пациент, говорит, вот, так сказать, вот я страдаю, вот давайте поймем, что нужно делать, чтобы мне выздороветь. Я на все готов. Нужна индивидуальная группа, я не согласен. Уже какие-то позиции становятся понятны, что не очень чистые. Даже само вот это предложение группы, оно порой проверяет немножко и перепроверяет и контракт, и мотивацию, и все остальные вещи. Действительно, вот как приходит пациент к врачу, он прописывает определенные лекарства, да, из соматической практики, пить антибиотики. Здесь же примерно то же самое может быть, но пациент, например, саботирует план лечения, которому представляет специалист. Это тоже, там, о многом говорит, готовности меняться. Спасибо. 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 Спасибо.